Микс Ньюс. Да, мы продолжаем. Программа «Аппонент доступен». Говорим мы сегодня о выборах в США. Уже они вышли на финишную прямую, можно сказать. Будем следить за развитием событий вместе с нашими гостями. И сейчас также к нам присоединилась Чикаго Гэри Брумер, радиожурналист «Народной волны Чикаго». Здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Да, мы также обращаемся к вам. Звоните по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 2306191. Ну, как мы понимаем, многие американцы проголосовали досрочно. И все-таки говорить о том, кто победит, сейчас еще рано. Абсолютно рано. Хотел бы сказать, что сегодня избирательные участки открылись в 3 утра. Я живу в городе Чикаго в штате Гэри Брумер. И я вот ехал утром, стоят уже очереди. Люди хотят проголосовать и сделать свой выбор. Хотел бы также уточнить, что штат или иной – это штат демократический. То есть я не питаю каких-то надежд на то, что президент Трамп здесь победит. Вот вы видите на мне красная рубашка. Это значит, что я сторонник все-таки республиканской партии и действующего президента. Никто не знает, хотя, как мне кажется, Трамп все-таки победит с небольшим преимуществом. Но, согласно опросам, он все-таки проигрывал Джо Байдену. Он проигрывал и в 2016 году, как известно. Даже где-то на 10% его. Ихлиптон была готова уже вместе со своим штабом отметить свою победу. Но все-таки результаты все уже знают. 45-м президентом стал Дональд Трамп. Дональд Трамп – он боец. И многие… Система такова, что ситуация, вы знаете, то, что было летом, протесты в больших городах. Многие республиканцы просто не хотят афишировать свою принадлежность республиканской партии и, скажем так, свое хорошее отношение к президенту Трампу, чтобы просто не накалять обстановку. К сожалению, в последнее время в США… США были всегда расколоты по принципу демократы, республиканцы, консерваторы, либералы. Но сегодня это стало очень эмоционально. Кстати, могу сказать о том, что именно вчера губернатор штата Иллиной отправил в Чикаго национальную гвардию для охраны избирательных участков и вообще объектов и государственной собственности, и магазинов, и для помощи полиции, для охраны порядка. То есть неудобно говорить о том, что я за Трампа, например? Нет, не честно говорю, что я не афиширую. Да-да-да, в обществе вообще в целом это говорить неудобно? Существует такой? Да, конечно, я не афиширую. Это вообще-то никто не афиширует особо, кто за кого голосует. Но, скажем так, если идет просто разговор о кого бы ты хотел в виде следующим президентом США, я говорю, что, ну, значит, мне нравится Трамп, как будет, так будет. Ну, в таком смысле, да, пожалуйста. Хотел бы продолжить. Вы понимаете, Трамп вызывает у многих и политиков, и простых людей непонятное отторжение. Почему? Потому что многие МИДи работают против него и СМИ. Он человек достаточно умный, сделавший империю, свою личную строительную. Он миллиардер, состояние у него, по-моему, где-то в 2,5 миллиарда долларов. Но СМИ и МИДиа его представляют как шоумена, как владельца шоу «Мисс Вселенная». На самом деле это достаточно умный, прагматичный человек, но, скажем так, немножко не сдержанный в своих выражениях. В таком случае, чем вам не нравится Джо Байден? Давайте так, поясним, кто такой Джо Байден, да, для радиослушателей. Это 77-летний бывший вице-президент, бывший сенатор от штата Делавэр. Достаточно, кстати, нелиберальный демократ. Он не был левым демократом. Он избрался в 71-м году, он избрался в возрасте 29 лет, на тот момент самый молодой сенатор США. Но на посту сенатора практически ничем не был известен и ничего особого не добился. Был известен неприятной историей с премьер-министром Бегиным, когда он выразил свое неудовольствие по поводу Израиля. И в 2008 году был выбран молодым сенатором Обамой, который достаточно был левый и неопытный. Демократическая партия его, как бы, Обаме дала для того, чтобы уравнить ихнюю пару. Потому что насколько Обама, 47-летний, на тот момент был неопытен и очень смотрелся социалистом, ему нужно было дать в напарники человека опытного, особенно в международных делах, и человека именно более центриста. По этой причине Байден стал вице-президентом. Сам он пробовал избираться дважды, но даже близко не был номинирован и даже близко не подходил к финальной части праймерис. Известен тоже в очень неумеренных выражениях и плоских шутках, за что над ним часто, кстати, смеются. Но что меня не устраивает в Байдене конкретно, это его возраст, потому что я не верю, что 78-летний, хочу напомнить, что 20 ноября Джозу Байдену исполнится 78 лет. Это достаточно преклонный возраст. И я не верю, что человек с такими данными, и, кстати, смотрится он достаточно болезненным и, скажем так, близким к болезни Альцхемер, потому что часто забываешь, что говорит, кого называет. Это было видно в предвыборную кампанию. Я не верю, что он будет сам руководить страной. За его спиной стоит очень левый сенатор от Калифорнии Кэмела Харрис. И мне бы не хотелось, чтобы сенатор, вице-президент Байден был своего рода куклой, за спиной которого демократическая партия решала бы какие-то вопросы, а он был бы просто выставочное лицо. Но вы считаете, что эти три года имеют значение? Потому что, как мы знаем, Трампу 74, Джо Байдену 77 пока что. Да, к сожалению, эти два кандидата, и президент Трамп, и бывший вице-президент Байден, достаточно преклонного возраста. Но все-таки Трамп уже опытный за свои четыре года, у него есть своя команда, и он смотрится более, скажем так, активным и спортивным. Если вы посмотрите просто на внешние данные, то очень большая разница. Трамп по своей натуре никому никогда не передаст власть и руководит страной сам. Ну, естественно, с Конгрессом и со своим клиентом. Байден, мне кажется, это человек, который просто хочет стать 46-м президентом, и я боюсь, что года через два или через год он просто скажет, что я человек больной, старый, я честно отслужил своему народу год, и я ухожу. И вместо него, как известно, автоматически президентом становится вице-президент. И вот именно Кэмэлл Харрис я очень не хотел бы видеть следующим президентом США. У нас есть звонок. Да, слушаем вас. Слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Да, вы совершенно правы. 78 лет. Пора уже о душе подумать, а не о президентстве. Вот скажите, пожалуйста, тем не менее, финансирует Байдена, по моим подсчетам, раза в три больше, чем Трампа. Кто его финансирует? Спасибо. Это очень легко ответить. Как известно, демократическая партия всегда себя позиционировала как защитники бедных и угнетенных, в каком-то смысле рабочего класса. А республиканская партия – это партия богатых, лойеров и людей, владеющих большими корпорациями. На самом деле все перевернулось. И сегодня за Трампа готовы голосовать именно рабочий класс. А вот за демократов, и конкретно за Байдена, хотят голосовать достаточно много корпораций, люди богатые, профессорско-учительский состав колледжей, университетов и школ. И вот они делают все для того, чтобы убрать, просто убрать Трампа. Их даже не сильно волнует сам Байден. Их интересует то, чтобы ушел Трамп. Много корпораций достаточно финансируют Байдена по той причине, что в последнее время многие из них потеряли деньги, возможно, в борьбе с Китаем, возможно, по каким-то еще причинам. Вот именно они, то есть все перевернулось. Демократическая партия – это партия сегодня вот таких вот богатых людей, которым Трамп не нравится, он не свой для них. Поэтому они его в большинстве своем финансируют. Были ведь сообщения о том, от Нью-Йорк Таймс, по крайней мере, добывала налоговые декларации Трампа, и они опубликовали такую информацию, опять же, со ссылкой на СМИ. Я сейчас говорю, что Трамп почти годами не платил налоги. Что вы по этому поводу думаете? Ну, Трамп еще в 2016 году это все объяснил. Он платит налоги по законодательству США. То, что он показал, это было, значит, то, что он имел право показать. Но СМИ все делают ставку на то, чтобы вот он обманывал американский народ и не доплачивал налоги. Налоговая система США достаточно сложная, чтобы объяснить, почему один платит столько, почему богатый платит столько. Трамп платил у Трампа, как вы понимаете, очень серьезные и финансовые адвайзеры, советники и лойеры, чтобы уходить от налогов. Если бы он что-то недоплатил и что-то было не так, то, поверьте, уже давно это было бы известно. И его финансовой деятельностью занималась бы уже налоговая служба. Но так как никто это не делал, поэтому никаких претензий по налогам президенту Трампу нет. Это просто спекуляция СМИ. Узнаем ли мы сегодня имя президента, потому что, учитывая сложность американской выборной системы, это нужно проголосовать за выборщиков, затем выборщики определяют, можно ли понять вообще сегодня, по истечению сегодняшнего дня, кто победит или нет? Давайте я сразу скажу, просто объясню радиослушателям, что американскую выборную систему называют архаичной. На самом деле она очень проста и, как мне кажется, даже современно. Дело в том, что США – это союз 50 государств. Выбирают государство лидера союза. Поэтому в каждом штате есть выборщики, и люди делегируют свой голос этим выборщикам. Каждый штат, значит, количество выборщиков зависит от плотности населения. Ну, например, штат Нью-Йорк, да, он имеет 38 выборщиков, потому что плотность населения, при этом небольшой штат. А штат Монтана, например, предоставляет трёх выборщиков, при этом по территории он намного больше, или, например, Аляска. Поэтому очень важно победить в восточных штатах, таких как Пенсильвания, Нью-Йорк, Мичиган, вот Средний Запад. И сегодня, как мне кажется, если Трамп или Байдер победят в Суингстейт, Суингстейт, вы знаете, что это такое, это штат, который колеблющиеся штаты, то, может быть, можно будет сказать, кто сегодня победит. Как мне кажется, сегодня будет обновлено о том, что президент Трамп переизбран. Вопрос остаётся только в двух штатах. Это Пенсильвания и Северная Керлайна, где разрешён подсчёт голосов по почте ещё на несколько дней. Если не произойдёт никаких, скажем так, не произойдёт каких-то вещей в том смысле, что Трамп, например, победил в Нью-Йорке, то следующие тогда уже результаты в Пенсильвании не будут играть огромной роли. Возможно, да, мы узнаем сегодня ночью результаты выборов, хотя не факт, может быть, даже это продлится на последние дни, а может быть, случится, как это было в 2000 году, и может растянуться даже до начала декабря. Да, у нас есть ещё звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей зовут. Вы знаете, интересная тема. Сегодня, кстати говоря, я с утра прочитал, что такое выборы в США, это чурой против хищника, да, ну, неважно. Да, я просто хотел вам задать вопрос, какие критерии выборов от ваших абонентов, да, вот Карина Орлова перед вами выступала, специально заглянул, да, Википедия, после этого, да, окончила высшую школу экономики в Москве, родилась в России, да, вроде русский человек, да, и радуется, если у России будут проблемы, да. Откуда вы таких предателей, манкуртов? Ой, ну давайте, это предатели, манкурты. У людей разные точки зрения. Кто-то придерживается либеральных точек зрения, кто-то консервативных. Вот сейчас мы будем в эфире как раз оправдываться, что у нас спикеры не совпадают с вашей точкой зрения. Ну, оставлю это без комментариев. Мы выбираем спикеров, которые нам кажутся интересными и компетентными. Поэтому они у нас сегодня в эфире звучат. И, кстати, Карина Орлова, она симпатизирует Байдену, а Гарри Брумер симпатизирует Трампу. И даже с этой точки зрения, по классическим канонам, у нас две разные позиции, учитывая выбор США представлен. Да, Гарри, вам слово. Может быть, вы хотите... Да, я знаю, что Карина Орлова, бывшая журналистка или действующая эхо Москвы, это ее выбор, это ее право голосовать за Байдена. Она живет в достаточно либеральном городе и либеральном штате Нью-Йорк. И поэтому почему нет? Каждый имеет право выбирать то, как он понимает. Я, как бывший выходец из Советского Союза, мне претит социализм. И поэтому то, что озвучивает президент Трамп, мне намного ближе. И я считаю, что республиканцы, которые всегда стояли за бизнес, за развитие бизнеса, за низкие налоги, они мне ближе, поэтому я за них голосую в последние 20 лет. Ну, сценарий развития событий, каким он может быть в отношении с Россией в случае победы Трампа и Байдена? Ну, Трампа, наверное, плюс-минус понятно, как отношения развивались на протяжении 4-х лет. Хотя, может быть, ожидаются какие-то изменения. Как вам кажется? Вы знаете, я уточню отношения Трампа с Россией. Ну, с властями российскими будем. Многие госканалы России, пропагандистские шоу говорят о том, что Трамп наш. На самом деле Трамп выбрал отношения с Россией как игнорирование России. Это не отношения стран. Как вы заметили, министр иностранных дел, госсекретарь США практически не общается с министром иностранных дел России или, например, посол России в США. Он изолирован. Он практически не имеет никаких контактов. Администрация США сегодня выбрала позицию игнорирования. То есть не сотрудничество, они отставили Россию в сторону. Они не конфронтируют с Россией, но и не договариваются. Как мне кажется, если будет избран Джо Байден, тут как раз очень странная будет вещь. На всех предвыборных мероприятиях Джо Байден говорит о том, что он будет жестким с Россией, что Россия враг, что Россию надо поставить на место, и она мешает влиянию США в мире. Как мне кажется, Джо Байден будет вести совсем другую политику и пойдет как раз на соглашение с Россией по тем или иным вопросам, говоря о том, что время меняется. Вся его деятельность если вы посмотрите в Советском, когда он был сенатором во времена Советского Союза и во времена лицепрезидентства, это все желание тихо, подковерно договариваться. Вот он как раз и будет с Россией вести, скажем так, более мягкую политику, как я это вижу. И это делала бы и Клинтон, если бы она победила, хотя она тоже жестко выступала против России. Поэтому в случае Трампа те, кто как и я, в принципе, считают, что Россию надо поставить на место, ее агрессивные планы не соответствуют интересам США. Дональд Трамп это лучшее, что может быть в отношении России. Ну что ж, спасибо, Гарри Брумер был с нами на прямой связи, журналист и ведущий радионародная волна Чикаго. Спасибо вам, Гарри, что нашли время и вышло в прямой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова